Здравствуйте, уважаемые зрители канала Деревенская Жизнь на хуторе Дневник Казачки. Как всегда, я очень рада всех видеть. Вы скажете, что я вас не вижу, но вы знаете, вы пишете такие классные комментарии, что у меня создается впечатление, что с некоторыми, во всяком случае, комментаторами я знакома лично. Для начала я вам хочу показать вкусняшку, которую я сегодня сделала в течение дня. Смотрите, что это. Это арбузный мед Нардек. Давно я его не готовила. Я, наверное, несколько лет, если бы на YouTube, я, может быть, и сейчас бы его не стала делать. Смотрите, в общем, арбузный мед, это на самом деле не тот мед, который собрали пчелы. Арбузный мед, это уваренный арбузный сок. Между прочим, вот в данном случае этот сок сладкий. Вообще у меня, по-моему, по жизни, я когда его уваривала, я вспомнила, что я по зиме часто уваривала сыворотку для того, чтобы сделать брюнуст. То есть сыр, норвежский сыр такой соленый, со специфическим вкусом. Я его не ела, потому что он очень насыщенный. Потому что, знаете, вот такое чувство, что там есть ароматизаторы, усилители вкуса. Вот он настолько насыщенный, что кажется, что там все это есть. А на самом деле все это полностью натуральный продукт. Просто сыворотка, уваренная до состояния такого вот крема. Меня муж его оценил. И вот можно сказать, что он его ел. Я посылала по почте его. А это вот нардек. В общем, когда я его варила, я же говорю, что вспомнила про брюнуст. Чтобы сварить вот такой нардек. Я сегодня купила арбуз. Арбуз был на 8 килограмм. Но можно сказать, наверное, 2 трети сока, который в нем был, я налила в котелок, сока получилось, ну, где-то, может быть, литра, около 3 литров. И вот с этих 3 литров за 4 часа выварки получилось 200 миллилитров арбузного меда. То есть вот так вываривается. Раньше все это дело варили в гарне. То есть такой вот очаг делали, там чашку. Я, знаете, я этот вкус помню с детства. Бабушка, вот когда я приезжала к бабушке на каникулы, в общем, мы ели вот этот нардек. Я решила, ну, я же сам то печку русскую затоплю, что-нибудь там такое сварганю. То вот нардек сварила. Я еще хочу сварить бекмес. И еще, знаете, у нас делают из дыни такие штуки. Но вот это раньше местные я не видела, что бы делали. А когда к нам сюда приехали переселенцы русские со Средней Азии, они меня угощали из дыни, вялили дыню. И потом вот делали, я не знаю, как это называется. В общем, из вяленой дыни какой-то такой пласт делали и потом вот резали. Это так красиво, это так вкусно. Можно сделать вот эту вяленую дыню вот так валяли, отмакивали в арбузном соке. А потом прессовали. Когда у нас были бахчи, я помню, у нас сторож сушил вот эту дыню, короче, на веревочке. И он делал, угощал меня тоже, но это было давно, в общем, короче. А пока нардек. Между прочим, моя кухня меня дожидается. Меня не было здесь два дня. Я вчера ездила в город, вчера была суббота, я ездила в город, приехала оттуда уже поздно. Сейчас видеоотчет об этой поездке я вам поставлю. У меня, как всегда, после посещения города Волгоград, город-герой Волгоград, болит голова. Я не знаю вообще, люди, живущие в городе, ну, естественно, я сама там долго жила. Да, привыкают, наверное, вот ко всему, но я приезжаю оттуда больная. Я вчера приехала, с меня вообще делать нечего было. И сегодня я тоже хожу весь день с головной болью. У меня давление подскакивает. Видео о лекарствах, которые есть в моей аптечке. У меня есть, недавно мне прислали змеиную мазь салвесар. И вот я сделала ее обзор, ну и заодно те лекарства, которые у меня есть в аптечке, это видео выйдет завтра. Ну, а пока по поводу моей поездки. Во-первых, я встала в 4 часа. Это было в субботу, утро. Почему я встаю так рано? Потому что у нас всего два комплекта ключей, один у сына, один у дочки. И они с этими комплектами уходят в колледжи. И получается, что мне нужно приехать пораньше для того, чтобы перехватить их дома, чтобы зайти в квартиру. И ради этого, в общем, я встаю пораньше, пытаюсь поймать, пытаюсь сесть на самую первую маршрутку. В общем, что у меня вышло в этот раз, смотрите сами. Я не то, что опоздала на проходящую, они просто не остановились. И мне пришлось ехать в районный центр, я уехала на маршрутке. Когда я приехала, встретила дочь, она мне передала ключи. Потом получилось так, что один из зрителей, в общем, мне сочувствовал материально. И я на эти деньги пошла и заказала себе третий комплект ключей. Их так быстро сделали, я об этом тоже говорю в своем видео. Не, ну надо ж такой облом из обломов. Две маршрутки, мы еще пропустили вперед, чтобы они остановились, а мы типа того потом подъехали. А они наш перекресток без остановки проскочили, и я осталась стоять. А маршрутки пустые, полупустые. В общем, я не знаю, что сейчас подъедет, может мне в районный центр придется ехать. Там вроде как 6.40 есть маршрутка, е-м-м-м, как же так пролетела, вот дура. Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Деревенская жизнь на куторе. Казачки». Я сегодня попала в город к детям, все же. Вот тут те маршрутки, которые я снимала, пока мы за ними ехали, я думала, что мы за ними проедем. Они, кстати, были полупустые, потому что они нас обогнали. Они спокойно остановятся на перекрестке, я возьму на них и сяду. Не тут-то было. Оказывается, они пропылили мимо этого перекрестка, вообще не останавливаясь. И после этого долго ничего не было. В общем, в конце концов, нам пришлось ехать в райцентр и оттуда в 6.40 уезжать на уже такой местной маршрутке. Но она быстро доехала, тут же никаких пробок, ничего нет. И я уже в 8 часов была в Волгограде. Наверное, стоит разобраться, что хуже, когда дует ветер и ничего не слышно, либо когда темно. Я вот сейчас камеру поставила на окно. Сейчас у нас уже время 4 час дня, и я жду, пока вернется моя дочь. Ее там с некоторыми студентами, сегодня какой-то там студенческий фестиваль. В общем, они ходили туда, и я ее еще с утра не видела, зато я видела сына. Между прочим, он у меня на прошлой неделе заболел, среди недели. И нам пришлось, его отпустили с занятий, сказали, чтобы он шел лечиться. И мне пришлось искать поликлинику. Я, кстати, сначала обратилась в областную. В общем, я туда не дозвонилась. В общем, какими-то такими окольными путями я узнала, что когда студент учится в каком-то учебном заведении, в общем, его обслуживает поликлиника, где он живет по месту жительства. Вот, и мне сказали адрес поликлиники, она так не очень далеко. Вот, и он с колледжа поехал туда, к врачу. Я все это дело... Я все это дело отслеживала по телефону. Вообще, знаете, конечно, жутко неудобно, когда я не могу уехать из дома. И они там как бы самостоятельно... Ну, тем не менее, он уже парень взрослый, он сходил к врачу. Ему дали справку, освобождение. Он там два дня полечился. Они сходили в аптеку за лекарствами. Он два дня полечился, и ему, в общем, стало лучше. Я созвонилась с мастером. Между прочим, вот пока я здесь в городе, я случайно вместе с ноутбуком отдала видео, которое должна была заснять про лекарства. И вот мне сейчас нужно его здесь в городе смонтировать, чтобы не покупать флешку и не тащить его на компьютер туда, к себе, в деревню. Вот сейчас я его смонтирую, загружу, и сейчас пойду вам пакет показывать, что я там купила. Домой уже надо ехать. Вкусный, да? Бигланч. Любимая еда. Вот я пришла в кухню. Вы знаете, что интересно? Я уже вот настолько, видать, это самое, всосала в себя вот эту деревенскую жизнь. Что думаете? Я сюда везу продукты, но молочку для клиентов. Дитям вот курицу, кстати, привезла. Я им курицу еще не показывала. Я вчера вроде начала показывать, а у меня камера сбилась, и я смотрю, что она, в общем, не попала в камеру. Это вот цыпленок со второй моей партии, в нем кило 400. У меня уже нет времени разделки, я оставлю к сыну дочери, чтобы она его разделала. Так вот, я не про то хочу сказать. Сейчас. Я говорю, что я уже настолько, видать, это самое, всосала вот это в деревенские свои реалии. Вот вы не поверите, я сюда привезла полную сумку тяжелую. Вот. Но я отсюда ведь не везу полную сумку. Вы что думаете? Вот знаете, вот сейчас вот сама смотрю, но у меня рука не поднимается, вот это выкинуть. Это, короче говоря, кости. Я им оставляла курицу очень острую, сегодня сварила. Ну вот мы так поели, мясо сгрызли, остались кости. Не могу я мусоропроводу выкинуть, выкинуть его, честное слово. Там собаки голодные. Хоть и говорят, там куриными костями, их не калюют, ничего, едят. И хлеб заплес. Но не могу я это выкинуть в мусорку. Вот я сложила в пакет, сейчас загружу свою спортивную сумочку, запакую, чтобы не воняло, короче говоря, и повезу домой. Вот так вот, такие дела. И кровь у них тут пропала, баклажан, но это я бы не таз спустила, потому что невозможно никак это самое. Вот опять же, смотрите, передала им на прошлой неделе бутылку молока. Они его не пили, зато купили домик в деревне, он стоит в холодильнике, короче говоря, литруха. Это прокисло. Это прокисло, правильно, потому что мы не пили. В общем, я ее попробовала. Не успели, оно прокисло, мы следующий же день. Мы приехали, поставили, утром оно уже было кислое. Да? Да. Прости-то. В холодильнике достала вот это вот молоко, которое они купили. Ну-ка я попробую, потому что я же по своей воле никогда не куплю магазинное молоко. Попробовала. Вот знаете, кто не знает вкус настоящий, может оно и прокатит, оно не настоящее. Ну, я не знаю, может, конечно, настоящее, там просепарированное, вот про это, пропастеризованное, стерилизованное, может быть, от этого там такой привкус. В общем, короче говоря, оно не похоже на свежее молоко. Оно молоком отдаёт. Он говорит, молоком отдаёт. И, короче, ну и что вы думаете, я вот эту бутылку молока тоже домой повезу, потому что они его выльют, в унитаз, а мне жалко. Я же говорю, ну это всё уже, короче, всё, на мне будет кресло такой жирный-жирный надо ставить. Потом вон на холодильнике стоят пустые баклажки. Они когда уезжали, они своим ходом на выходные приезжали в деревню, в общем, я им давала с собой воду. А сейчас хозяйка приехала, она их водой снабжает. Вот и тут сколько у нас? Пять баклажек стоят, полторашек новых. Тоже, я их вот сейчас загружу, сумка всё равно пустая, они ничего не везут, я их повезу в деревню. Короче, вот так вот. Вот. И, в общем, я вам обещала показать, что мы накупили. Кстати говоря, вот в фикс-прайте вот этот филайн, чтобы у меня сын не ныл, что он будет холодный. Так, вот это вот какао, это я заберу домой. Они сказали, что здесь его варить не будут. Я, кстати, пачку какао виски всё-таки оставлю. Другой начать испечь задумать. Я ещё сумки не собирала. Кстати говоря, у меня сегодня клиенту угостили конфетами. Большое спасибо. У меня сынок уже, короче говоря, он короткий съел. Сказал, что мама, ты у вашего сына купишь там, а здесь я не куплю. Безусы сделают. Вот так. Ладно. Сейчас обзор покупки сделаю. Так, ну что, вот фикс-прайс. Оказывается, на Качинском. Фикс-прайс приличнее, чем на землячке. Я там тогда была в последний раз, вернее, в первый и последний раз. Мне не понравилась магазинка. А этот прям нормально. А, да, вот же этот. Не молоко. Сейчас попробую. Так, вот эти контейнеры недорого там стоят, сейчас скажу. Они подвинутся, что ли, рублей. Вот этот большой, короче, по 16 рублей, вот этот по 12, это мне подмет. Они завинчивающие. Мне просто надо сейчас уложить так, чтобы они не занимали много места. И вообще можно сказать, что мы купили вот эти вот контейнеры. Вот это не молоко за 25 рублей. Он себе купил чак-чак какую-то там маленькую такую упаковочку. И стоит этот чак-чак 10 рублей всего. Маленький такой. А, и нож. Потому что у них один тот керамический нож мы сюда купили. И я все время боюсь, что он сломается у них. Вот он этот нож. В общем, они, конечно, острые эти ножички, но какие-то ненадежные. У меня вот такой был и поломался. И вот я не знаю, за 55 рублей купили там вот такой тоже ножичек. Китайский, не знаю, сколько он купил. На всяком случае он есть. так. И в общем, мне сейчас надо контейнер перепаковать. Ой, а предварительно вот это не молоко попробовать. Что за ерунда? Рекламируется сейчас. Слушайте, ну это отвар. Отвар геркулеса. Вкусно. Вкусно. Без очков состав не вижу. Нет, вещь мне нравится. По идее, это можно легко сделать самим. Мне понравилось. Вкусно. Я бы еще купила. Но у меня жаба задушит покупать вот такие вещи. В общем, так, ладно, перепаковываю я контейнер для этих включений из города. То есть, когда я приеду домой и буду монтировать видео про свою поездку, для того, чтобы интересно было смотреть, вот, я эти кусочки просто-напросто вставлю. Вот, видите, они вот так занимают гораздо меньше места. И крышки точно так же, по идее, они должны одна в одну войти. Вот так, я их сложу. И вы знаете, оказывается, у меня в сумке что-то места мало. Наверное, вот эти бутылки, которые вот здесь стоят, я их все-таки не заберу. Оставлю до следующего раза. Такие вот дела. Между прочим, спасибо клиентам, которые, которые выручают меня с молочкой. У меня на следующей неделе уже есть небольшие заказики. Вы знаете, нет, на самом деле, потому что, раз я держу своим ходом, это, понимаете, как это чувствительно, что вот дорога, во всяком случае, мне оправдывается. Потому что, ну что, я, в принципе, не развалюсь, если привезу сюда в город молочные продукты. И я оправдаю дорогу, потому что дорога все-таки дороговато, конечно, обходится. Я же не могу с пустыми руками сюда приехать. Естественно, я детям здесь деньги оставляю. И что, вот хоть какое-то материальное оправдание вот этих моих поездок, естественно, это очень сильно пригождается. Большое спасибо всем. Вот, я уже говорила, что я делаю группу, вернее, как я начала ее делать в группу ВКонтакте, я ее собираюсь делать путем, то есть, ну хорошую группу, чтобы удобно было ей пользоваться. Но это потом, когда я так немножко финансово стабилизируюсь, вот. А я думаю, что мы все-таки стабилизируемся. У нас вот должны выплаты за молоко прийти. В общем, мы должны это самое после той ямы, в которой мы оказались вот на 1 сентября. Вообще завал. Когда у меня сын вот этого заболел, и когда я узнала, что они так вот как бы выделили все деньги, ну представьте, троих детей собрать за квартиру заплатить, вот. Это благо, что мне заплатили за рекламу, у меня как бы были деньги, вот я стала опять тревожить своего мужа, я взяла и просто перечислили, они купили лекарства. Вот так, такие вот дела. В общем, все, на городские включения хватит. Дожидаюсь дочку и уезжай, и уезжай, я отсюда. Малая. КОНЕЦ Сидения такие классные, теперь все время сидения такие классные, теперь все время будут ездить на этом автобусе. Кстати говоря, сегодня я оглянулась вокруг и поняла, что у нас стала осень, листья желтые, после того, как стали падать виноградные листья и у нас на вербах тоже стали желтеть листья, скоро у нас весь двор будет засыпан. Листвой ее, понимаете, таким толстым слоем у нас получается все это усыпано, ее надо сметать. С газона я вообще не сметаю, пускай он там перегнивает. Кстати говоря, кстати говоря, мое такое впечатление от Волгограда, знаете, еще одно какое, я привезла его с собой. Мне в трамвае, между прочим, уступили место. Да, два пацана молодых откуда-то ехали, видать, с колледжа, с училища, уступили мне место для того, чтобы я села. Это говорит о чем? О том, что пройден, видимо, очередной рубеж. Сначала, знаете, когда вот женщина, скажем так, взрослеет, стареет, сначала по ушам вот этого, знаете, режет, когда тебя перестают называть девушкой, а называют женщиной, типа, женщина, подвиньтесь. Не девушка, так передайте деньги на билетик, а женщина, подвиньтесь, или там, женщина, передайте денежки. Потом к этому привыкаешь, а потом, я же говорю, что когда тебе уже начинает уступать место молодежь, ну да, это такой звоночек, наверное. И вот я его в очередную поездку получила, этот звоночек. Кстати, назад я приехала на автобусе, и как оказалось, я теперь все время буду на нем ездить. Я вообще не люблю маршрутки, у меня спина болит, на самом деле. Мне вот на этих сиденьях неудобных, но не люблю я ездить. Я раньше, когда с Волгограда ездила своим ходом, как без машины, я все время выбирала электричку. Там были такие старые вагоны, в общем, с такими мягкими креслами. И я все время старалась ездить на ней, потому что усядешься, свободно, чуть ли не уляжешься на этом кресле, перед тобой столик, там вот стюардесса, ну, в смысле, проводница, носит чай, там печеньки всякие, ну, и хоть там ехать два часа, а на маршрутке час пятнадцать. Ну, мне нравилось на поезде, спокойно, свободно, безопасно. После того, как эту электричку убрали и пустили пластиковый поезд, то есть, с такими же сидушками, вот знаете, какие-то, не знаю, студенческие сидения. Я тоже как-то так разбежалась, села в шесть часов утра, думаю, ой, я сейчас доеду. И подъезжает эта пластмассовая электричка с пластмассовыми сидениями. В общем, я за два часа измучилась на этих сидушках, пока доехала. Я все время, знаете, когда вот еду, еду с Волгограда, я все время говорю, как хорошо, что мы живем всего в часе езды от областного центра. Вот те люди, которые живут, ну, я не знаю, в Урюпинске, в Михайловске, ехать гораздо дольше. Мне кажется, так устаешь от поездки. Ну, а тут вроде устаешь за час, но все-таки за час доехала, и ты уже дома. Ну, и все, это вот такое, в общем, будет спокойное сегодня видео. Смотрите, как мы съездили, кадры Волгограда. Ну, и всем пока!